Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня у нас с вами будет продолжена тема различных беженцев у нас в Германии и в частности палестинцев мы сейчас оставим в покое. Вы уже и так сами продолжаете эту тему. Под несколькими видео у меня на канале кто-то прав, кто-то не прав, кто-то высказывает свое ошибочное мнение, кто-то противоречит ему. Сегодня я хотел бы конкретно коснуться именно выходцев из Туниса. Мне кто-то сказал, почему к вам бегут беженцы из Туниса, если Тунис экономически стабильная страна и политически там нет никаких эксцессов. Я тоже не знаю, почему они бегут, но скорее всего они ломятся под шумок вместе со всеми остальными, с теми, кто бежит из Центральной Африки, с теми, кто бежит из Северной Африки. Они тоже пытаются к ним приклеиться и попадают сюда. Единственный вариант, когда в Италии к власти пришла Джорджа Мелони, все утверждают, что она фашистка, что она ультраправая и так далее, она сделала несколько пунктов в своей политической карьере, которые сыграли ей на руку и всему итальянскому народу тоже сыграли на руку. она лишила возможности всех вот таких вот беженцев через определенное время, по-моему, через полгода получать социальные пособия. Если вы приехали в Италию, если вы ищете убежище, вы обязаны доказать свою лояльность государству, как оно вам это показывает, и вы обязаны начать работать. В Италии маленькой работы валом. То, что многие говорят, что в Италии безработица, оттуда все бегут. Бегут из Сицилии, потому что там действительно сумасшедшая безработица. Бегут из центральных районов Италии, потому что там численность населения, плотность населения намного выше, чем в северных районах. В самой же Италии работа есть. Она всегда будет для тех, кто ее ищет. И одним из пунктов вот этой политической карьеры Джорджи Мелони был первый пункт. Она лишила этих граждан-беженцев возможности получать постоянно социальные пособия. Хотите жить, хотите работать, хотите, чтобы у вас никто не выдворял, не депортировал. Доказывайте свое отношение к стране своим прилежанием и своим трудом. Второй пункт. Она просто-напросто перекрыла кислород не до конца, но все-таки всем вот этим вот, скажем так, фрахтовикам, перевозящим беженцев из Африки на остров Лампедуза, на территорию Италии. Очень многих она в течение полугода, когда она пришла к власти, очень многие вот эти вот корабли и вот эти вот тральщики, на которых лодки резиновые, на которых людей было битком набито, она просто-напросто с ее указки береговая полиция, береговая охрана Италии просто-напросто переправляла или не допускала эти корабли и плавсредства к территории Италии, она их переправляли в сторону Греции, не запускали в территориальные воды Италии. Многим политикам в ЕС это не нравилось, но Джорджо Мелони сказала, Италия не резиновая. Жестко, четко, правильно. Теперь идем в сторону Германии. В Средиземном море очень много кораблей гуманитарной помощи разных организаций, которые поддерживают этих беженцев, спешащих получить статус беженца в Европе, в частности в Германии. Кого из них не спросят, будь то в Греции или на Кипре, или куда они там приземлились после своего долгого плавания, они знают единственное слово Germany, Germany. Ах, ну Germany, ну давай, газуй, Germany в той стороне. И их пропускают. Так вот, несколько кораблей есть там от Sea-Watch, по-моему, от Frontex, это международная контора, которая занимается вот этим вот беженцами, помогает им, спасает их там на водах. Sea-Watch, это наша местная баварская контора, которая держится на пожертвованиях таких же сердобольных людей, которым не безразлична судьба вот этих вот беженцев, на вот этих плавсредствах в Средиземном море, и они хотят, чтобы эти беженцы попадали именно сюда, в Германию. Не знаю, с чем это связано, может быть, связано с политикой зеленых, потому что зеленые кричат, что весь мир должен прийти в Германию, посмотреть, как мы живем, и остаться здесь. А мы куда-нибудь пойдем в другое место, вы пойдете только на кладбище со своей партией. Так вот, у нас здесь очень много выходцев из Туниса, которые ведут себя неподобающим образом. А именно, они устраивают дебоши в этих лагерях для беженцев, они устраивают сильнейшие драки с поножовщиной на дискотеках, они по ночам шатаются по городам, по улицам, по парковым зонам в поисках жертвы, потому что, как говорят, гормон играет, его нужно куда-то выплеснуть. И до этого, до начала этого года у нас в городе, только здесь вот в Регенсбурге, было очень много случаев вот этих вот сексуального насилия над молодыми девушками, над женщинами, идущими поздно ночью после своей смены. Допустим, в час ночи или в два часа ночи она возвращается после смены из больницы или с завода домой, идет через парковую зону, нападали, насиловали. Очень часто такое было, их искали этих насильников. Наконец-то, при помощи вот этих вот, как это называется, лобфиш, по-русски, подсадная утка, при помощи подсадных уток все-таки вышли на нескольких таких вот гормональных тунисцев и закрыли их. Причем, когда брали одного из них, когда брали, он начал прыгать, как мартышка, и его пытаются завернуть руки за спину, он начинает подпрыгивать, начинает орать, что над ним издеваются, что над ним нацисты, расисты издеваются, его хотят убить. Люди в окнах начали включать свет, стали открывать окна, а тут полиция ловит вот этого насильника. Они, когда совершают свое преступление, они считают, что это им так предписано их священной книгой, что это предписано им богом. То есть, когда они приезжают сюда и живут долгое время на какой-то территории, пускай это даже вот этот переходный лагерь для них или анкер-центр, как многие называют, они считают со временем, что эту землю заповедовал им Аллах, и на эту землю неверные не имеют права заходить. Они уже отказываются понимать, что эта земля, вот эта вот территория, этот двор, там 400 на 500 квадратных метров или тысячу на тысячу, они считают, что этот двор уже их земля, что это их обетованный халифат или еще что-нибудь с их законами, с их исламистскими фундаментальными законами, и они не хотят понимать того, что эта земля находится на территории страны, в которую они ехали как беженцы. Например, в прошлом году у нас был примерно такой же случай, как был на севере Германии, где вот этого палестинца у шлепка закрыли сейчас на пожизненное. Так, момент. Мне кто-то сказал, чушь несешь, в Германии нет высшей меры наказания. Так вот, именно тому комментатору, который сказал, что в Германии нет высшей меры наказания, и я обманываю, почитай законы. Почитай законы. Высшая мера наказания – это когда человека закрывают на пожизненно, без права подачи апелляции, на пересмотр дела через 15 лет. Просто пожизненно и высшая мера. Почитай законы. Так вот, примерно такой же случай произошел здесь у нас в Баварии. В поезде один выходец из Туниса, кажется, набросился на людей. Просто ни с того ни с сего. Он зашел в поезд, ехал в сторону Ашафенбурга и набросился на людей. Что-то ему не понравилось. То ли проводник, который проходил, предлагал людям кофе, то ли еще что-то. В общем, он набросился на людей, порезал несколько человек. Его толпа заломила. Остановили поезд на одной из станций. Приехала полиция, приехали скорые помощи. Оказали помощь людям, которых он порезал. Его закрыли. Адвокаты тут же, в течение буквально нескольких дней, его адвокаты пришли к мнению о том, что у человека сильнейшая психологическая травма. Его можно понять. Вот вы тут все сидите богатые, сытые, довольные, а он, бедный, приехал из Африки. Это говорили его адвокаты. Ну, естественно, их понять тоже в какой-то степени можно. Этих людей, которые все равно рано или поздно, какую бы праведную жизнь они здесь не вели, они все равно после смерти попадают в ад. Все адвокаты. Все, без исключения, попадают в ад. Несколько месяцев подряд он находился в психушке, якобы на лечении. Во-первых, ну, естественно, под полицейским надзором. Пока шло его дело, этого тунисца. Пока дело шло. И в конечном итоге, через, по-моему, полгода, дело все-таки передали в прокуратуру, потому что за ним же наблюдали. Не просто так его охраняли, пока он там сидел в психушке. За ним наблюдали психиатры, за ним наблюдали психологи, врачи, полиция. В больнице он тоже пытался нападать на людей, тоже пытался кого-то там грозил убить. В конечном итоге его приговорили, по-моему, к 8 или к 7 годам в заключение с последующей депортацией. То есть он отсидит здесь, в Германии, и потом его депортируют. Но пока он будет сидеть, первые два года принудительное лечение в психиатрическом диспансере. Вот конкретно по такому же примерно случаю здесь, в Баварии. Далее, где у нас в городе, особенно на территории ЖД вокзала, очень много наркоманов, очень много алкашей. Они собираются там чуть ли не с самого утра, они круглые сутки сидят там, квасят, бухают, наркотики покупают, продают. Прямо среди бела дня. И там есть небольшая парковая зона. Многие люди через эту парковую зону срезают путь. Дети, допустим, в школу, кто-то на работу или в магазин. И случилось так, что уже среди бела дня эти граждане, выходцы из Туниса, начали нападать на девушек, в первую очередь, на подростков с целью изнасилования. Сексуальное домогательство – это одно, а это конкретно у него цель – выпустить свой идиотский гормон куда-нибудь в другое тело. Буквально сразу же после первого случая полиция начала усиленно искать вот этих вот ушлепков. Через две недели повторился опять такой же случай, как говорится, деликт, сексуальный деликт. Опять была попытка изнасилования. Сделали посадную утку и взяли двух тунисцев. Взяли двух тунисцев. Один сразу начал отнекиваться, кричать, что это не он, что это его товарищ, его заставил. Второй товарищ сказал, я тебя еще в камере сделаю так, что ты у меня будешь девушкой. Посадили вот этих вот нескольких тунисцев, потом еще целую шайку, вот этих вот, шайку этого сброда закрыли из лагеря для беженцев. После того, когда они устроили сумасшедшую драку с избиением одного из беженцев, имевшего на своей шее крестик. Как так, это они мусульмане, это их территория. И тут какой-то вот тоже, пускай даже из Туниса или из Алжира, но у него крестик на шее. Или он снимает крестик, или мы его убиваем. Он крестик снять отказался, они начали его избивать. Вот охрана ввязалась на эту охрану, на пять человек охраны. Накинулось 20 человек из Туниса с ножами, со стульями. Вызвали полицию, приехала полиция, несколько машин. И среди этих вызванных нарядов полиции был мой знакомый. Был мой знакомый, который когда-то был моим студентом. Вот не поверите, но вот чисто вот так вот жизнь настолько тесная штука, что человек, которому когда-то я показывал различные приемы из Айкидзюцу, пошел работать в полицию, сказал, что да, то, что как бы наша подготовка, она ему помогла. И ему очень сложно совмещать жесткие инструкции и вот этих своих полицейских поведений вот этого вот среди криминалов и так далее, с теми приемами, которые ему показывали. В общем, в конечном итоге он выхватил пистолет и закричал, что если сейчас вы не успокоитесь, я начну стрелять на поражение. Они испугались, они увидели оружие, они испугались. Несколько их пришлось успокаивать электрошокерами. Это была ужаснейшая драка. Приехала скорая помощь, оказывала первую помощь на месте вот этим избитым охранникам. Несколько человек увезли в больницу. Всех зачинщиков, там было шесть человек зачинщиков, вот таких тунисцев, отправили всех в кутузку. И несколько человек из них бились головой об стены, бились головой об решетки, орали, что если их сейчас не выпустят, Аллах покарает здесь всех за то, что эти бедные тунисцы сами себе сейчас жизнь отнимут. То есть они хотели совершить суицид. И полицейские действительно думали, что по-моему надо вызывать, один сказал, по-моему надо вызывать психушку. Посмотри, мы с ними здесь не справимся. Мы с ними здесь не справимся. Потому что человек, когда находится в состоянии агрессии, сумасшедший всплеск адреналина, даже если он с виду слабый, и на самом деле слабый не сможет ни разу подтянуться, в состоянии агрессии по всплеску адреналина он становится неуправляемым. Его фактически успокоить и заломать одному, даже двум человекам полицейским очень и очень тяжело. Но в конечном итоге, блин, вот эти вот, скажем так, беженцы из Туниса, они обгадили там всю камеру, пришлось потом замывать всю эту дрянь со шлангами с водой, они обгадили всю камеру, они плевали в лица полицейским, они их провоцировали на то, чтобы вот эти полицейские их начали избивать. Чтобы их адвокаты потом написали заявление на полицейских. Вот такая вот здесь бюрократическая система, которая, блин, становится на сторону любого уголовника, обвиняя того, кто защищался или того, кто защищал жертву. В конечном итоге вот этих вот самых опасных, нескольких тунисов закрыли. Они сейчас сидят, следствие ведется, и следствие, как правило, ведется здесь в Германии по таким вот уголовным делам примерно год. И потом в конце года уже будет известно, что с ними произойдет. Но, естественно, очень многих из них, которые приезжают сюда, ведут себя как недостойные нормального общества люди, их выдворяют, их просто-напросто депортируют. Естественно, не все авиалинии, не все перевозчики берутся за это дело, потому что все-таки это гадские перелеты, это себе в убыток. Но, тем не менее, уж лучше один-два раза пойти себе в убыток, чем постоянно ходить по улице, бояться, оглядываться, что, не дай бог, на тебя кто-то нападет сзади с ножом, попытается ограбить. Обращаясь к тем сердобольным людям, которые скажут, что я обманываю, к тем, кто скажет, что я вру, что это ложь, что это клевета, что я пытаюсь очернить бедный Тунис, пытаюсь очернить палестинцев и вообще всех беженцев. Радуйтесь тому, что вот эти вот людишки, которые ходят по улицам, не нападают на вас, на ваших детей, на ваших родных и близких. Радуйтесь тому, что вы еще живы, потому что, когда вы идете в магазин, вы стоите на кассе, мимо вас проходит какой-то вот такой, блин, африканский наружный человек. Радуйтесь тому, что у него в голове пока все в порядке. У него же может переклинить, и он может вас спокойно пырнуть ножом или ударить так, что вы там сложитесь и не встанете до приезда скорой помощи. Радуйтесь и не говорите, что молоко черного или зеленого цвета. Молоко белое. Молоко белое. Уголовники, криминал, это плохо. Это плохо. И вот этих криминалов, вот этих уголовников защищать не надо. Вы сами выставляете себя в негативном свете. Вы сами идете на сторону тех баранов, которых ведут на заклание. Вам хочется, чтобы они вас избивали и насиловали. Выйдите на улицу, повесьте плакат. Вот я готовая жертва. Можешь со мной делать, что хочешь. Но не надо обвинять других людей в том, что они говорят правду. Если вам эта правда не нравится, выключаете канал, выключаете телефон, телевизор, компьютер. Идете работать, а не сидите своими задницами на диванах. И последнее. Не лишайте себя возможности оставлять комментарии под моими видео на этом видеоканале. Если вы ведете себя культурно, адекватно, корректно, высказываете уважение к своим оппонентам, комментарии ваши не уходят в спам, и вы не отправляетесь в вечный бан. Если вы не понимаете этого, то у вас остается единственная возможность просто смотреть видеовыпуски и новости на этом канале, как по телевизору. Всем удачи. Пока.